Практическая психология Это же так приятно Да, конечно, мы понимаем, там есть зона ответственности Но ведь очень часто Мы с вами в практике встречаем Почему нас не предупредили, что родительство Это так сложно Потому что нас никто этому не учит Быть настоящими родителями Никто не учит к этим трудностям, сложностям Каким-то особенностям родительства И так далее Мы все представляем, вот внутри держим какую-то идеальную картинку Да, вот почему-то прямо такие Волшебные картинки, где мама с папой Счастливы дети тут тоже Бегают и каждый сам Как бы вроде как все вместе И каждый сам по себе как-то занят Давайте мы с вами попробуем Выяснить вообще вот тема родительства Как вы считаете, она сейчас У нас актуальна, то есть молодежь Как бы идет В это легко и просто Или же сейчас стараются вообще Тему родительства отложить как можно дольше Ну вот смотрите По поводу вступления В родительство Да, так скажем У нас сейчас возраст смещается Если раньше мы становились родителями Там, например, в 20 лет уже Да, мы были готовы То сейчас мы уже более осознанно к этому подходим Когда встаем на ноги Да, вот многие родители будущие Говорят, вот я встану на ноги Потом уже буду детей заводить То есть сейчас, наверное, более такой осознанный Что ли к этому подход Более философский может быть даже Не как там раньше, да? Ой, как получилось и слава богу Да, да, то есть сейчас это планируемое событие Ну, кстати, вот это специалистов очень многих радует, да? Плюс ко всему Есть время почитать книги Да, да Есть время посмотреть, как у других Изучить информацию Да, изучить информацию дополнительно Есть время посмотреть, как у других Потому что если вы откладываете, например, там, да Там, ближе к 30, чтобы стать родителями То кто-то ведь не откладывает И можно посмотреть и поучиться на их опыте Я всегда говорю Посмотрите в своём окружении Есть ли у вас кто-то с маленькими детьми Начните ходить к ним в гости Начните этих малышей брать на руки Начните их, ну, каким-то образом Получать опыт какой-то Да, да Где-то, например, там А можно я попробую покормить там, да С ложечки ещё И каждый раз прислушивайтесь к себе Ну, как вам эти ощущения, да? Согласна Потому что они тоже такие важны Смотрите, наши родители никогда не говорили о том Что я устал быть родителем Но мы с вами сейчас, да В практике опять-таки встречаем такую историю Что приходит мама Которая на нуле Приходит папа, который говорит Я вообще не понимаю В чём кайф? И тут мы с вами приходим к истории Что есть такое понятие, как родительское выгорание Что это такое? Вообще сам термин эмоциональное выгорание Появился не так давно Исторически не так давно, так скажем Он появился где-то примерно в 50-60-х годах В прошлого столетия И причём в то ещё время Он относился к профессиям помогающего такого характера Это были врачи, педагоги, психологи и так далее А уже в 80-х годах прошлого столетия Как раз-таки появился официально Появился термин родительское выгорание И вот тогда дали обозначение этому термину Он обозначал синдром истощения Который характеризуется чувством физической и психической подавленности Из-за родительства То есть такой накопительный эффект Длительный эмоциональный стресс Не только эмоциональный Но физический Усталость в том числе накапливается И это как раз-таки приводит К эмоциональному родительскому выгоранию Да А быть родителем Вот у меня очень такая хорошая поговорка есть Быть родителем Это воспитывать в себе предельное смирение Невозможно быть родителем не ошибаясь Опыт неудач добавляет нам с вами силы Да Опыта вы можете набраться в родительстве очень огромного Да Вот чаще всего мы видим Что с этим сталкиваются женщины Особенно в первый год жизни малыша Да Молодые мамы Вроде как Опыта нет Да Хотя со всех сторон вводили и помогают Но все время кажется мало По крайней мере у меня вот было такое ощущение С обоими детьми Что я вижу, что мне помогают Но почему же я тогда устаю Да Вот это тоже такой интересный вопрос Но мы сейчас сталкиваемся с тем Что и мужчины Молодые отцы Ну не только молодые отцы Просто отцы Тоже находятся в состоянии эмоционального Физического выгорания Родительского выгорания Аня Давайте попробуем выяснить Кто же у нас находится в зоне риска В первую очередь Я бы сюда отнесла Мамочек Младенцев И деток Которые вот на первом году жизни То есть это молодые такие мамочки Которые только-только Постигают Тазы родительства Так скажем И папу сюда тоже Кстати сейчас относятся Да Потому что папа у нас Что радует Сейчас принимают Такое активное Большое Да Участие В уходе за малышами И воспитании их Далее Родители детей С особенностями в развитии Почему? Потому что Помимо Лечения Таких деток Помимо ухода Круглосуточного Иногда Помимо Особых Каких-то Воспитательных Вот этих Особенностей Им требуется Еще и Постоянное Внимание Родительское А тут еще и нужно Родителям С С самим собой Договориться Принять Например Особенности Своего ребенка Это всегда тоже бывает Энергетически Затратно И физически Да Потому что Еще и нужно Справляться С своими чувствами А чувства Бывают различные Негативные Появляются То есть Например Чувство вины За то Что это произошло Чувство страха Неопределенности И так далее То есть Вот такие родители Как раз в зоне риска По родительскому Выгоранию По этим причинам И находятся Мне кажется Что в зоне риска Находятся еще и Родители Которые Долго откладывали Появление Первенца Потому что Вот мы сейчас Уже понимаем С вами Что часто Например У нас 40 плюс Становятся родителями Впервые И это тоже Когда ты привык Всю свою жизнь Жить только для себя Жить так, как ты хочешь И тут вдруг Оказывается Что ты должен Подстроить Всю свою жизнь Вот под этого маленького Под это маленькое чудо Это тоже такая зона риска Определенная Это непросто И родители в возрасте Действительно Сталкиваются С различными Проблемами Но это ведь сейчас Тенденция Согласитесь У нас сейчас Родителями становятся Впервые И после 40 И после 45 Это их не останавливает Тем не менее Кого же еще Можно в зону риска Включить Это родители подростков Подростки Все мы знаем Что это такая Очень непростая Категория деток У них тоже Есть свои особенности И родители В этот период Переживают Очень напряженные Такие вот моменты Когда нужно Подстраиваться Под ребенка Когда мы не понимаем Почему этот добрый мальчик Стал таким ежистым Либо эта добрая девочка Вдруг обрезала волосы Там и покрасила В красный цвет То есть да Тоже сложно Тоже надо Мобилизовать Все свои силы Принять ребенка Смириться Почувствовать Что он уже Отдельная от нас Личность Это очень непросто Сделать Кого еще Можно отнести Можно отнести Родителей Перфекционистов У нас сейчас Очень Вот это тоже Почему-то Такая тенденция У нас развита Это Мамочки Обычно Которые хотят Быть идеальными мамами Чтобы вот у них Все было хорошо Все было по полочкам А еще Когда идеальная мама Хочет Чтобы у нее Был идеальный ребенок Да Вот эти переносы Работают Да И мне кажется Что это вообще Тяжелая история Не только для Самого родителя С точки зрения Психологического Эмоционального выгорания Но и для ребенка Да Потому что Это может быть Трагичная Да Согласна Такие детки Обычно Проживают Не свою судьбу Да Судьбу Своих родителей Которую им Вот так Навязали Навязали Но при всем при этом Страдают Вроде как В роли Жертвы У нас Как раз Вот эти самые Родители Которые 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 Очень бы Хотелось Быть Идеальным Родителем С идеальным Ребенком Хорошо Есть ли еще Какие-то Категории Людей Я бы Наверное Сюда Назвала Многодетных Родителей Все-таки Чем больше Детей Тем больше Счастья Да Но и Тем больше Забот Ответственности Тем больше Накапливается Усталость И так далее Ну и нельзя Наверное Не отметить Непростую Ситуацию Да В стране Которая Может складываться И складываться По определенным Обстоятельствам Это экономическая Составляющая И политическая И эпидемиологическая Которую мы проживаем Как раз сейчас Это карантин Дистанционное Обучение Которое Родители С содроганием Просто переживают У нас И это тоже Так или иначе Сказывается На психоэмоциональном состоянии Детей и родителей И отсюда тоже может быть Эмоциональное выгорание Родителей За что нам это Слышим мы Да Мы думали Что это все уже Пройдено А оказывается Надо будет Самостоятельно Учить какие-то Материалы Действительно Своим собственным Ребенком Хорошо Вот прямо такая Широкая А вот Кстати Про многодетных Да Мы проговорили Тут вот Момент даже Просто Когда ты родила Одного ребеночка Там да Или ты одновременно Родила там например Двойню или тройню Это тоже как бы Нагрузка Тоже зона риска Да Те кто Рожают сразу Да там двойню Либо тройню Это тоже дополнительная Нагрузка Потому что все в первый раз Еще и в первый раз В двойне Или в тройне Или в тройне Да То есть да Это тоже зона риска Ну что Ну все это нам по силам Конечно Определенно Вот это хорошая новость Для всех абсолютно родителей Что если вы чувствуете Что вы выгораете как родитель А давайте мы сейчас как раз И поговорим о признаках выгорания Которые например Можно заметить самостоятельно К таким признакам Можно отнести Например Когда процесс воспитания Становится рутиной То есть вот День сурка Да Многие мамочки говорят Я вот живу И у меня вот Вот один и тот же день Повторяется каждый день Каждое утро я проживаю По одному какому-то сценарию Только разные Разные кружки Да Разные кружки Разные секции меняются А в принципе ничего больше Да Обстановка похожая Когда человек теряет Интерес к себе Особенно на мамочках Да Это очень заметно Когда они начинают Терять интерес К своей внешности Перестают о себе заботиться Когда они теряют Связи со внешним миром То есть они перестают Общаться с друзьями Многие даже Перестают общаться С родственниками То есть настолько Они вот погружены В свою семью В своих детей Что многие даже Про мужей Например забывают Да Мамочки Это тоже признак Да Звоночек Надо задуматься Что-то происходит не так Надо себе помогать Каким-то образом Также можно Отнести Психофизиологические Особенности Да Которые можно У себя замечать Это например Хроническая усталость Да Мы ее можем заметить Вроде поспал Да Проснулась Встала Уже устал Да Это нарушение аппетита Нарушение режима сна То есть Например Когда человек ест И не чувствует Вкусы еды Да Тоже такой звоночек Который вы можете Определить У себя Димая мороженка Уже совсем Не приносит удовольствия Вот это прям Уже надо задуматься Что со мной происходит Ну и обостряются Обычно Хронические заболевания Либо появляются Хронические заболевания Это прям такой Звон в колокол Когда все Нужно бить тревогу Нужно себе помогать Еще вот Я бы наверное Добавила Такой момент Когда Не интересует Ничего Кроме Детей Да То есть Как бы Дети в фокусе И вот это состояние Мамы зомби Кстати Таких встречала Даже по глазам Видно Да Таких мамочек Что я вся в себе Мне ничего не интересно И весь фокус Только на ребенка На самом деле Не на ребенка А вот на свое Вот это состояние В котором мамочка Зациклилась Да Задержалась Так скажем Да Давайте Вот пора Должен Чему можно научиться У своих детей Вот Есть у Марка Твена Очень хорошая такая история Что ребенок Всегда способен Преподать взрослому Три урока Он весел Безо всякой причины Всегда чем-то занят И умеет любой ценой Добиться желаемого Вот Кто-то скажет Боже мой Как это сложно Да Но тем не менее Вот этот момент Когда ты Хороший родитель И когда ты Это Ну у каждого же Такая Знаешь Внутренняя идет Такая настройка Что я хочу Быть для своих Детей Хорошим родителем Вот этот признак Хорошести Вот где он Адекватный Наверное Тут нужно В каждом случае Смотреть индивидуально Да То есть Для каждого Человека Для каждой семьи Этот показатель Наверное Все-таки Будет разный Таким критерием Наверное Я бы обозначила Вот когда Мы уже понимаем Что Нас напрягает Да Вот это родительство Нас оно тяготит Нам уже Ничего больше Неинтересно И так далее Вот это уже Звоночек Да Когда мы Концентрируем Полностью себя На ребенке И Кстати Вот про сепарацию Да Здесь тоже Можно пару слов сказать Сепарация не происходит В этом случае Хотя она должна Происходить А наоборот Такие завязки Да Такие мощные узлы Да И мы тем самым Делаем нехорошо Ребенку Да А наоборот То есть мы мешаем Ему развиваться Самосовершенствоваться Проявлять себя И так далее Разрешать себе Прожить свою собственную жизнь Да Это как бы история Уже повзрослевшего Ребенка Который потом будет Все равно бунтовать Который будет Все равно вам потом Говорить Что мама Папа Пожалуйста Дайте мне возможность Отпустите меня В это плавание Да Но нам-то все время кажется Что я Еще недостаточно Хороша И вот в таких случаях Наверное Помогает такая хорошая техника Когда вы Что бы ни происходило в жизни В отношениях детско-родительских Да Мы остаемся адекватными В случае Если мы сначала Позаботимся о себе А потом уже Позаботимся о своих Собственных детях Да И вот это состояние Я достаточно хороша Как мама Я достаточно хороший отец Иногда Вот эти внутренние опоры Нужно Ну как бы В себе пощупать Да И Взращивать Взращивать Потому что Критикующих педагогов Критикующих бабушек И дедушек Советчиков Очень много Советчиков Очень много Да Которые скажут Слушай А вот надо было бы сделать Вот по-другому А ну-ка Почему ты это Вот спустил сейчас Вот такие Да Вот такой вопрос И не высказал Свою какую-то там Жёсткую точку зрения Поэтому Если дети Появились в вашей жизни Вы уже Достаточно Хороший родитель Да И вы уже К этому готовы Да Потому что Всё остальное Нам с вами По силам Да Каждый раз Хорошо Давайте проговорим Про определенные стадии Родительского выгорания Что это за стадии И Всегда ли мы можем Это самостоятельно определить Или иногда Всё-таки Надо идти К специалисту Вообще Психологи Выделяют Четыре стадии Родительского выгорания И вот Две-три из них Можно определить Самостоятельно И помочь себе Самостоятельно На этих стадиях Отлично На последней Я думаю Уже тут Можно Обратиться К специалисту Потому что Из неё Уже выйти Достаточно Тяжело Что это за стадии Первая стадия Это стадия Мобилизации То есть Ой, она мне так Была знакома Одно время То есть Вот молодые Мамочки Когда вот они Ну и папы Тоже в данном Случай Когда только Рождается малыш Появляется в доме Новый человечек Так всё интересно Так всё хочется Попробовать Такой интерес Это вызывает И так далее Родители мобилизованы Им интересно Им круто Им здорово Ну и к этому Уже готовились Девять месяцев Да Тут это можно Наконец-то Всё реализовать Родители в эйфории В какой-то В такой находятся Но тем не менее Накапливается усталость Накапливается Недосып Вот этот Постоянный Какие-то Начинаются притирки Кажется Что ты больше Ухаживаешь за ребёнком Чем например Там вторая Твоя половинка Тут могут быть Какие-то конфликты Даже Потому что Перестраивается Семейная система Вдруг появится Причём вся Целиком И очень неожиданно И быстро К этому наверное Нельзя подготовиться Прямо так заранее Это всё приходится Вот так Сюрприз Вот когда Как раз таки Накапливается Вот это Недосып Усталость И так далее Как раз таки Возникает И вторая стадия Это стадия Выдерживания То есть Родители Вкладывают Своего ребёнка Они им занимаются Они заботятся И так далее Но у них уже Не хватает сил И появляется Такое внутреннее раздражение Да На себя На ребёнка И на всех тех людей Которые тебя окружают Да Раздражение Начинает появляться Да Действительно На этой стадии И вот как раз На этой стадии Мамочки часто говорят День сурка То есть Я проживаю Постоянно Меньше нового В жизни не случается Хочется просто отдохнуть Хочется сменить обстановку Куда-то уехать И так далее А не получается Потому что У тебя фокус Только дети Там муж Да Потому что Работа Ты не работаешь Коллектива нового Нет Ещё что-то Да 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 Вот Про коллектив Вы хорошо сказали Что действительно Наша сфера контактов С людьми Сокращается Сокращается в разы Буквально До мамочек На площадке детской То есть Надо не забывать Что контакты Нужно поддерживать Это мы уже К рекомендациям Переходим И вот как раз Таки Вот эта вторая стадия Развивается в третью Если человек Тут не отдыхает Если вовремя Не замечает Что что-то с нами Не так Давай-ка тут разбираться То появляется Третья стадия Это как раз Стадия Невыдерживания Когда человек Уже Устаёт Настолько Что Появляется Как раз таки Сильное Раздражение Начинают Всё бесить Многие мамочки Говорят Я на нуле Я выжата Как лимон Я больше не могу Пожалуйста От меня Отстаньте Дайте мне Побыть одной Вот смотрите Мало того Я читала Недавно Исследование О том Что вот Именно Вот примерно На этой Третьей стадии У нас Вдруг Появляются Разговоры О разводах Да Потому что Накаляется Ситуация Потому что Добавляется Усталость Добавляется Вот этот Весь негатив Чувствование Неудовлетворенности От всего происходящего Да Да И плюсом Ещё Недосказанность Да У двух людей У двух взрослых людей Которые создали союз Уже не так много времени Чтобы что-то обсудить А если они ещё И до рождения детей Не умели Друг с другом Разговаривать Да Поддерживать Вот этот диалог То уже Тут может Да Случаться разговоры О разводе И так далее Ну или частые конфликты Да Вы кстати Вот именно На этой стадии Да Ну мы там тоже Наверное По стадии будем Рекомендации давать Да Я правильно понимаю Да Хорошо Вот именно На этой стадии Когда мы понимаем Что участились конфликты Что у вас Чаще минусовое настроение Нежели плюсовое Не думаем Что рассосётся Само по себе Тут вот надо Прямо активно Помогать себе И своей семейной системе Иначе действительно Кризис И легко Оттолкнуться Друг от друга Да И это конечно же Несказанно Скажется и на детях И на нашем внутреннем состоянии На всей системе Да Семейной Итак Четвёртая стадия Которая в принципе Редко справляется Самостоятельный человек Да Вот из этой стадии Уже очень сложно Выйти самостоятельно Здесь действительно Уже в большинстве Случаях требуется Специалист Это стадия Деформации То есть когда человек Меняется Причём меняется В такую худшую сторону Скажем так Происходит такая Дегуманизация Родительства Когда родитель Уже не относится Так эмоционально Хорошо и тепло И привязанно К ребёнку Он и к себе-то Плохо относится Да То есть нет Какого-то смысла в жизни Нет радости от жизни Многие кстати На этой стадии Скатываются в алкоголь Многие на этой стадии Уходят из семьи Особенно вот отцы Да Когда доходят До этой стадии Они очень часто Уходят как раз таки Потому что Ничего больше не радуют То есть И такой тоже Очень прямо Да Важный звоночек Это когда вы начинаете Грубо относиться К ребёнку Когда вы Обесцениваете его Его потребности Когда вы на него Постоянно кричите Когда вы Его игнорируете Вот И вроде как Да Сами себя оправдываете Что на себя-то нету сил Да А тут ещё что-то Что-то ребёнок этот хочет Дети постоянно Да Хотят нашего внимания Постоянно Причём Чем меньше ресурсов У родителей Тем больше Дети будут запрашивать Да Потому что они чувствуют Все дети Очень хорошо считывают Наше состояние Состояние эмоциональное Да Хорошо Вот кстати Четвёртая стадия Стадия уже Время Когда нужно действительно Обратиться к специалисту Ну что делать Рекомендации Давайте мы с вами Да Чтобы быть прям Полезными сегодня Да Что же делать Да На самом деле Рекомендации простые Важно Главное Заметить вовремя Да Что со мной что-то не так И начать себе помогать А начать нужно С того места Где мы с вами находимся Да И Начать Со своего состояния То есть задать себе вопрос Что со мной происходит Как я себя чувствую Голодная ли я Хочу ли я спать Да То есть Начинаем с удовлетворения Базовых потребностей Да Вот это вот пирамида Наша знаменитая Масло Это наша основа Да То есть мы Начнем Удовлетворять Базовые потребности Нам уже станет легче То есть элементарно Мы Если мы понимаем Что у нас хроническое недосыпание Мы просим Чтобы например Да Пришли бабушки Дедушки Дали возможность Выспаться Да Если нет бабушек Дедушек Значит у нас есть Слава богу Институт нянь Да Мы просто договариваемся С теми людьми Которым мы доверяем И Даем ребенка На какое-то время На час-полтора-два Да Если мы понимаем Что мама часто Не бывает на свежем воздухе Такое тоже сталкиваемся Мы сталкиваемся с тем Что И ребенок не гуляет И мама не гуляет И тогда значит Выводим и гуляем И ребенка И себя И себя Обязательно То есть спим Хорошо кушаем Гуляем Принимаем душ Да Вовремя Не тогда Когда придется Когда у нас время На это находится И так далее Следующий очень важный момент Нужно Принять свои чувства Разобраться вообще Что я сейчас ощущаю Что я сейчас чувствую Признать проблему Что да Я не справляюсь Да У меня не получается И это нормально Да Так бывает Причем у всех Да Так бывает у всех Действительно А не только у тебя Чтобы не было Ощущения какой-то исключительности Да Да И тут вот очень важно Фокус внимания Сместить как раз таки На себя А не на ребенка Потому что очень часто Мы такие проекции Да Накладываем Своего состояния На ребенка Он нас начинает бесить Он нас начинает раздражать На самом деле Не он нас бесит А нас бесит Наше состояние Которое мы испытываем сейчас Вот с этим состоянием Он нужно работать Чтобы с ним работать Нужно его заметить Спросить себя Что со мной происходит Что я ощущаю И следующий вопрос Мне так знакомо Потому что я хожу Постоянно себе вопросы задаю Все правильно Да То есть мы должны понимать Что с нами происходит Чтобы себе помочь И следующий вопрос Очень важный Который себе нужно задать А что я могу сделать для себя Что я могу сейчас Конкретно для себя сделать Это могут быть Какие-то мелочи Открыть окно Проветрить Потому что мне сейчас жарко Сходить умыться Потому что там Хочется Сходить покушать Потому что я давно не ела Там с самого утра Или позвонить подругам И позвонить по встрече Чтобы наконец-то Немножко получить ресурсы Извне еще Не быть все время В семье И в детях Согласна То есть вот Прислушиваемся к себе Следующее И такое очень, наверное Мы с вами сегодня Про него уже говорили Мы начинаем Просить помощи Не стесняться этого Потому что Мы все в ней нуждаемся И если мы просим о помощи Это не значит Что мы плохая мама Не значит Что мы плохой отец И так далее Это нормально Просить о помощи Кстати, читала исследование Недавно И там родительское выгорание Степень родительского выгорания Связали с культурой В которой живет родитель Родитель И как раз таки Где в культуре Развит именно Коллективизм А не индивидуализм Там уровень родительского выгорания Ниже То есть они могут Спокойно Даже там соседу Отдать своего ребенка На час, на два И сходить с подругой Например, в кафешку Получить ресурсы Выговориться И так далее То есть вот Не забываем Что у нас есть муж У нас есть бабушки Дедушки У нас есть подруги Другие братья, сестры Тети, дяди И так далее И как бы попросить Это всегда Это, кстати, показатель Психологической зрелости То есть инфантильный человек Он боится попросить Он боится быть обязанным Еще что-то А взрослый Здоровый взрослый человек Это делает легко и просто Даже если ему отказали Он не ранится при всем при этом Да Согласна И еще важный момент Рекомендация Сбросить баланс Что это значит То есть немножечко Снизить уровень требований к себе То есть мы, например Снижаем требования к уборке дома Пусть лучше у нас пыльная полочка будет Но зато я высплюсь Следующий очень важный момент Убрать третьего лишнего Это вот те самые советчики О которых мы с вами сегодня уже говорили Если мы получаем советы И при этом нам хорошо, спокойно и комфортно То мы можем их получать Но если мы получаем советы Из позиций Что ты наделала, ты плохая мать То это нужно уже подумать Стоит ли прислушиваться И нужно сказать, может быть, где-то сказать Стоп, да Стоп, я не согласна Мне не нужны ваши советы и рекомендации Хорошо Аня, скажите, есть ли какие-то книги Которые вы можете порекомендовать Нашим слушателям Например, почитать И может фильмы, которые посмотреть По книгам Очень хорошая книга Есть у Людмилы Петрановской Очень люблю вообще ее читать Чудесное произведение Называется она Так и называется Если с ребенком трудно Что делать, если больше нет сил терпеть Ага Терпеть, да То есть вот прям такой кричащий заголовок Анастасия Изюмская Мама на нуле Вот там прям такой путеводитель По родительскому выгоранию Там все вот что О чем мы сегодня с вами говорили Там это поподробнее еще написано Неплохая книга тоже Анны Быковой Самостоятельный ребенок Или как стать ленивой мамой То есть немножко тоже фокус ответственности Да, вот этот свой снижать И уровень требований к себе Как к маме тоже снижают По фильмам, да Очень коротко Фильм Мы купили зоопарк Кстати, про отцов-одиночек Очень такой неплохой, добрый Фильм Жизнь, как она есть Про семейную вот эту жизнь И как она меняется с появлением детей Ну и фильм Талии Он такой немножко провокационный Зарубежный В США, по-моему, он был снят Если я не ошибаюсь Тоже можно посмотреть Да, вот как там женщина переживает Рождение третьего ребенка Там вот прям послеродовая депрессия Во всей красе показано Спасибо большое Сегодня вместе с Аней Шкляевой Педагогом-психологом Мы говорили о том Что такое родительское выгорание И как вообще с этим справиться С состоянием Было очень интересно, увлекательно И полезно До новых встреч До свидания Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин